Я тут как-то подрался с товарищами по работе, потом дома с женой. Обидно, когда ты к кому-то со всей душой, а ему плевать на тебя. Ну и я решил напиться до чертей. До чертей, ага. Пил, пил, нет никого. Устал ждать. Потом вижу, бежит один по брюкам. Чего тебе? Говорю, где вы все, где вас носит? Он, кто где, работы много. Погоди, про что я? А, как-то раз я послал подальше всех товарищей по работе, потом дома жену и сильно выпил. Или сперва сильно выпил, потом послал всех. Погоди, погоди. Послал всех, потом напился до чертей. Тоже слушаю, у них жизнь не сахар. Погоди, про что я? А, вот обидно, когда ты к кому-то всей душой, а на тебе ноль внимания. Как-то я расплевался с товарищами по работе, потом дома с женой. Выпил и пел песни до трех ночи. Между прочим, пел профессионально. То есть без слуха, но громко. В три ночи звонок в дверь. Кто? Девочка без пальто. Голос-то соседа. Но думаю, вдруг девочка. То есть я-то со всей душой открываю и кулаком мне в нос. Раз. Погоди, про что я? Я про чертей начал. А, вот, прибегает он, чего тебе? Говорю, где вы все, где вас носит? Кто где, работы много. Совсем плохо стало. Такая беда у них, у чертей, ужас. У них образовался сильный разрыв между самыми богатыми чертями и самыми бедными. И заработать бедным негде. У них главная работа совращать людей. Раньше за одну душу нашу можно было хорошие деньги выручить. Раньше же у всех нас душа была почти целая. Так, где-то чуть с завистью побитая. Или пообещал, что ты не сделал. Жениться пообещал и не сделал. Или продавец просчитался в твою пользу. А ты заметил и не сказал. Дескать, ничего, они себе еще наворуют. Почти не порченные были души. А сейчас, черт сказал, такие души у вас пошли. Такое рванье никому не всучишь. Бывает, что вообще не принимают. Они сдают наши души на пункте вторсырья. Они из наших душ, слышь, делают себе что-нибудь полезное для хозяйства. Чтобы ничего не пропадало. Из душ интеллигентов занавесочки разные красивые. Шарики воздушные. Из учителей, врачей молотки. Из руководства гвозди. Кто воровал, много из них отличные выходят отвертки, отнычки. Много еще что рассказал, черт, потом что-то вдруг заплакал. Мне его так жалко стало. Еще у него трое детей. Жена, он сказал, черт знает, что такое. Ну, в общем, пропадает малый. Я ему говорю, возьми мою душу, брат. Он говорит, вы меня вообще могут законопатить куда-нибудь. За загрязнение пунктов вторсырья. Ты же пьяница, дебошир, мелкий хулиган. Так обидно мне стало я. К нему всей душой он нос воротит. Погоди, я что-то про чертей начал. А, вот, граждане, дамы и господа. Времена тяжелые. Все мы, конечно, вертимся, кто как может. Кидаемся во все тяжкие. И даже поподличить можем. Но все-таки берегите душу, сколько сил хватит. Чтобы она, если не людям, то хоть чертям на что-нибудь сгодилась. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова